В Украине В Украине жизнь и достоинство человека ценят больше, чем в других странах, где продолжаются вооруженные конфликты. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу Международного комитета Красного Креста. Согласно исследованию, в Украине, если сравнивать с другими государствами, 98% опрошенных считают сохранение человеческой жизни и достоинства крайне необходимым. При этом 90% считают недопустимыми нападения на медучреждения и их персонал. В исследовании говорится, жители Украины в полной мере осознают, что разрешено, а что запрещено во время войны. Вирджин Галактик В преддверии новогодних праздников в Киеве приставили праздничные костюмы. В них одевали детей в конце 19-го, начале 20-го столетия. В каждом регионе имелись свои особенности. Одежда различалась вышивкой, головными уборами и украшениями. Создала коллекцию украинский дизайнер Алла Журавель. Говорит, хотела максимально передать самобытность украинских традиций. Главное отличие праздничных костюмов от повседневных – яркие цвета и белый фартук. Одну и ту же одежду могли надевать на разные праздники. Такие, как Рождество, Пасха, Покров день, День Ивана Купала, Троица и другие. А такой костюм носили в Винницкой области. У нас тут в прикрасах селянка бисерна и на шею она вдягалась с монетками и в волосе связывалась с жакардовой стричкой. Свита – это зимово утепленная свита, оздоблена плесом. Это вот такой оксамит. И, конечно, с разными такими выстроченными декоративными линиями. А такой маковый цветочек надевали самым маленьким. Одну маковку вдягали уже на волосы, когда девочка достигала 4-летнего века. Это было одним из традиционных, что она уже переходит в стан такой маленькой дорослости. Дети от таких нарядов в восторге. Мне нравится этот костюм, потому что он душевный. Еще он красивый, красивый. И еще он очень веселый. Всего на презентации представили варианты костюмов из 15 областей Украины. Десятки тысяч любителей выпечки Рождества собрались в Дрездене, чтобы попробовать знаменитый Штоллен. Гигантский рождественский кекс здесь готовят ежегодно. Согласно давней традиции, Штоллен доставляют на рождественский рынок Штрицельмаркт в сопровождении торжественной процессии. В этом году кекс выпекали 60 кондитеров. Они израсходовали более тонны муки, 675 килограммов сливочного масла, 180 килограммов сахара и 1 миллион 350 тысяч изюминок. В 2016 году наш Штоллен с изюмом получился длиной 3 метра 55 сантиметров, шириной 1 метр 73 сантиметра и высотой 88 сантиметров. Весит пирог 2872 килограмма. Гигантский Штоллен делят на кусочки и продают всем желающим. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Очередь за рождественским кексом выстроилась невероятно большая. Мы приехали рано и нам посчастливилось оказаться относительно близко к началу очереди. Надеюсь, что это того стоит. Безусловно, стоит немного потолкаться в этой толпе, потому что кекс очень вкусный. Это правда. Берлинский Штоллен не может с ним сравниться. Дрезденские Штоллены продают на рождественском рынке Штрицельмаркт с 1500 года. Первый гигантский рождественский кекс испекли в 1730 по приказу короля Саксонии Августа Сильного. Тогда Штоллен получился весом в 1800 килограммов. С тех пор выпекание огромного пирога стало в Дрездене ежегодной рождественской традицией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова